привет друзья меня зовут александр макушин и на своем канале я рассказываю о том как редактировать фотографии простыми методами как обещал в прошлом ролике сегодня у нас большое видео с обработкой буду показывать как я редактирую портрет выбрал замечательный кадр с не менее замечательной девушкой соней если вам интересны параметры снимка то оставлю информацию в описании обязательно загляните обработка отчасти будет напоминать те же алгоритмы которые я использовал в своем самом первом видео но будут и небольшие нюансы моя задача сегодня получить хороший результат не затрачивая часы на обработку важный момент все что я буду показывать исключительно мой персональный способ не претендующий на эталон правильности или грамотности лично для меня он эффективен как я снимаю и обрабатываю вы можете всегда посмотреть в моем портфолио также ссылка в описании опираться при обработке буду исключительно на приемы которые показывал до выхода этого видео все ссылки на ролики размещу в описании и сделаю в виде всплывающих подсказок именно поэтому здесь не будет сложных технологий с кривыми или работой в пространстве лап и так первый этап мы открыли фотографию конвертере камера raw снимаю исключительно формате raw или raw давайте посмотрим на ключевые данные пространство у нас rc rgb глубина 16 бит первое что делаем открываем коррекцию дисторсии и ставим галочки на удалить хроматическую аберрацию и активировать коррекцию профиля далее переходим во вкладку основное профиль у меня стоит стандартный это камера стандарт профиль моей камеры я никогда не пользуюсь и дабов скими профилями так как они мне кажутся низко контрастными баланс белого я доверяю программе но вижу красноватые оттенки и чуть-чуть снижаю их кстати в конвертере есть инструмент баланс белого из его помощью теоретически можно настроить этот самый баланс особенно если у модели есть какая-то деталь в одежде белого цвета например здесь одежда как раз белого цвета этот инструмент в основном редко когда корректно работает поэтому я ориентируюсь исключительно на собственный опыт опять своим авто добавляем коричневатых оттенков экран при настройке цвета и оттенков играет огромную роль поэтому тем кто занимается фотографии я желаю купить монитор с IPS матрицы и лучше откалиброванный эти мониторы сейчас недорогие экспозицию я слегка поднимаю ориентируясь как раз на гистограмму контрастность чуть-чуть снижая потому что профиль камера стандарт у него довольно сильный контраст цвета чуть-чуть приглушая тени наоборот поднимая чтобы картинка становилась более мягкой по свету ползунки белое затемнение я практически не трогаю четкость также не трогаю чуть-чуть поднимаю красочность красочность подтягивает исключительно оттенки которые мало насыщены если мы будем трогать ползунок насыщенность то насыщенными станут все пиксельные изображения поэтому от параметра красочность или vibrance он работает более аккуратно на этом этапе все открываем изображение непосредственно в редакторе я создам свой чтобы обозначить фронт работ сначала мы чистим кожу затем избавляемся от синяков под глазами далее немного корректируем светотеневой рисунок занимаемся глазами затем делаем общую картинку светлее и чуть-чуть правим цвет листвы займемся кожей создаем дубликат слоя выбираем инструмент заплатка и начинаем удалять небольшие неровности я говорил раньше о том что заплатка на мой взгляд работает гораздо аккуратнее чем инструмент восстанавливающий кисть поэтому я лечу исключительно заплаткой необходимо обратить внимание на показатель диффузии чем меньше эта цифра тем отчетливее будут границы воздействия но так как нам эти границы не нужны поэтому я смягчаю и указываю параметр от 4 до 7 обычно эта цифра у и начинаем работать на свой копии с помощью заплатки работаем очень аккуратно захватываем только поврежденные участки кожи для того чтобы работа шла более эффективно мы можем создать корректирующий слой черно-белое красные оттенки выкручиваем налево и лучше видим все наши недостатки на кожу продолжаем работать в таком режиме работа довольно скучно и поэтому я ускорюсь останавливаемся и теперь смотрим на результат до после удаляем наш слой черно-белое так как он нам уже больше не пригодится а этот слой переименовываем например ну в чистку кожи теперь займемся частотным разложением с помощью которого удалим небольшие синячки и разгладим кожу создаем два дубликата слоя этот слой я назову тон и еще один дубликат слоя назовем текстура слоя тон применяем фильтр размытие размытие по гауссу здесь радиус пикселях обычно я ставлю от 5 до 9 переходим к слою текстура заходим в изображение внешний канал выбираем режим наложения вычитания слой тон вот этот нижний слой масштаб 2 сдвиг 128 нажимаем ok и выбираем режим наложения линейный свет наш портрет разделился на две частоты первый слой будет содержать информацию о тони цвете второй слой отвечает за текстуру мы будем работать исключительно на слое тон первое что делаем удаляем синяки берем штамп указываем непрозрачность 50 процентов выбираем здоровую часто кожи с помощью клавиши alt и левой кнопки мыши и аккуратно проходим штампом по нашему сечку делаем то же самое с другой стороны отдельно я останавливаться не буду на подробно рассказывал редактирование в ролике простой способ убрать круги под глазами этот ролик легко найти на моем канале давайте посмотрим как у нас буду и как стало после и объединил наши два слоя в специальную группу назовем ее сглаживание кожи остаемся на слое тон берем инструмент лассо указываем растушевку в районе 15 пикселей чтобы границы лассо были более мягкими затем с помощью лассо определяем участок который мы будем разглаживать заходим фильтр выбираем размытие размытие по гауссу и указываем размытие от 5 до 10 пикселей почему я указываю цифру от 5 до 10 пикселей дело в том что если указывать цифру выше 10 пикселей то кожа будет напоминать пластик а это нам как раз и не нужно выбрали 7 пикселей нажимаем ok и затем проходим по тем участкам который нам необходимо разгладить выделяем участок и нажимаем control f для того чтобы применить размытие по гауссу главное здесь не захватывать участки с ярко выраженными переходами в тенях и не стоит захватывать участки где есть волосы пазухи носа глаза губы чтобы не размыть контуры давайте посмотрим на результат до после условия тон чуть-чуть снижаем параметр непрозрачность до 75 85 процентов чтобы у нас ушло размытие кожа приобрела естественный вид если указать непрозрачность ниже 75 процентов то мы повысим резкость картинки в целом что нам конечно же не нужно теперь немного изменим светотеневой рисунок мне не нравятся тени вот здесь на лбу и вот с правой стороны поэтому мы создаем новый слой используем режим наложения мягкий свет и выполняем заливку 50 процентом серым назовем его светотени далее берем белую кисть устанавливаем жесткость 0 процентов определяем сглаживание 10 процентов режим наложения нормальный непрозрачность здесь от на 1 до 5 процентов и проходим как раз по темным участкам работать нужно очень осторожно и если мы не видим какие участки необходимо осветлить или затемнить то снова создаем корректирующий слой черно-белое красные и желтые оттенки выводим влево и начинаем видеть те участки которые нам необходимо сделать чуть чуть светлее белой кистью продолжаем работать на слое светотени работать нужно очень аккуратно и главное чтобы фотографии после манипуляции не потеряла объем остановились давайте посмотрим до и после снова удаляем слой черно-белое так как он нам больше не пригодится теперь займемся глазами не по умолчанию нравится цвет глаз модели поэтому насыщенность я трогать не буду лишь сделал их более выразительными с помощью кривых отдельное видео о работе с глазами я тоже делал сейчас появится всплывающая подсказка создаем корректирующий слой кривые чуть-чуть потягиваем свет и контраст эта часть отвечает за свет это за контраст получается вот такая очень простая кривая инвертируем слой маску с помощью клавиш control ай выбираем слой маску берем белую кисть указываем непрозрачность снова смотрим на жесткость она нулевая и чуть-чуть усиливаем блики и участки напротив этого самого блика если нам необходимо посмотреть границы воздействия то заходим во вкладку каналы и активируем вот эту маску отключаем переходим свои как у нас буду как стало после если мы осветлим радужку целиком то картинка будет неестественной поэтому здесь необходимо работать очень аккуратно до после если мы снова что-то хотим потянуть просто кликаем кривые и уже редактируем в ручном режиме теперь займемся зеленью в принципе меня все устраивает но есть желание немного скорректировать оттенок поэтому создаем корректирующий слой выборочная коррекция цвета переходим во вкладку зеленые так как листва у нас зеленая и чуть-чуть подкручиваем цветовой тон было стало переходим к завершающей стадии создаем корректирующий слой уровне и смотрим на гистограмму и мы видим по гистограмме что у нас есть скажем так небольшой недосвет просто сдвигаем ползунок границы нашей информацию о свете было стало ну вот в принципе все практически фотография готова если нам хочется одновременно улучшить контраст и насыщенность картинки то мы объединяем все слои в один с помощью зажатых клавиш control alt shift е вся информация о наших операциях сводится в один слой затем применяем режим наложения затемнение основы снижаем уровень заливки до 3 процентов создаем копию этого слоя и применяем режим наложения осветления основы давайте объединим эти слои в группу и назовем цвет и контраст вот так изначально выглядела наша картинка и вот так она выглядит сейчас я чуть-чуть уменьшу воздействие на цвет и контраст просто снизив непрозрачность объединим все наши слои с операциями в единую группу и посмотрим на итоговый результат так наша фотография выглядела до манипуляций и так стала выглядеть после до редактирования после глобально здесь ничего не изменилось цвет я установил еще непосредственно в raw конвертере и поэтому не трогал фотошопе снимали мы в идеальных условиях за час до заката с мягким светом в центре города где не было цветных стен или яркой зелени поэтому и серьезных проблем при редактировании не возникло вообще хочу сказать о том что выбор места и времени съемки решает подавляющее число проблем с обработкой друзья если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал буду рад откликам и обратной связи лучшей мотивации делиться знаниями просто не существует спасибо вам за внимание и увидимся в следующих видео спасибо и и о о 0 у Субтитры сделал DimaTorzok